Это вот самая короткая дорога у нас пешком. Минут 20-30 за госсыпком, который выходит. Мы спросили, хоть щебенки насыпьте сверху, потому что когда дождь пройдет, ну представьте, там глинистая почва. Прям как по маслу, можно съехать запросто. Съехать с этого места жители хотят давно. До их домов на улице разъезд Воронки 1626-й километр даже по такой дороге не доедешь. Ее там нет. Жители просили администрацию Октябрьского района хоть как-то отсыпать дорогу. Но это невозможно из-за сложного рельефа. Выбраться из этого места можно на электричке. В будни здесь проходят 17 электропоездов, выходные – 14. Но люди чаще ходят пешком. Я бы даже днем одна не пошла. Сегодня депутаты горсовета сопровождают жители. К Светлане Родионовой они пришли с просьбой о помощи. Она к ним на экскурсию. Вам как-то надо сдавать в аренду. Русский экстрим называется. Сейчас я вам покажу. Вот экстрим. Газа, отопления, канализации в этих домах нет. Колодец – в 300 метрах. Так Анна Беседина живет здесь 35 лет. Получила квартиру как сотрудница железной дороги. Не помнит, чтобы дом был в хорошем состоянии. Вон барак уходит. Туда вниз. Вот так все ходуном ходит. Когда поезд идет. Да если еще на скорости, то вообще хоть сам вот так на кровати лежишь. Так что ничего хорошего нет. С балансом мы сброшены. Так, последний раз квартплату платила в 2004 году. Нас теперь и не город не берет. И железка отказалась. Все. В 2005 году согласно распоряжению правительства Республики Башкортостан, два многоквартирных дома должны были передать в муниципальную собственность. Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги подготовило акт приема-передачи. Однако Министерство земельных и имущественных отношений Республики документы не подписало, объясняя это тем, что спустя год распоряжение правительства утратило силу. Так дома потерялись. Вообще их нет нигде, как улиц, их нет как места жительства для администрации Октябрьского района, для администрации города, для российских железных дорог, для скорой помощи, для пожарных. Его не существует, друзья, но люди живут здесь. Переписку очень активно ведут все, а результата нет. Жители за свой счет провели независимую экспертизу. Их дома признаны аварийными и непригодными для проживания. Но для того, чтобы расселить жителей, этого недостаточно. Основание включения в адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Дома должны быть признаны в основном порядке аварийными и непригодными. Исключительная компетенция по признанию жилых домов непригодными для проживания возложена на межведомственную комиссию. В двух домах четыре квартиры, три – в собственности. Эти жители уже подали документы в межведомственную комиссию при администрации города. Дело трудное, говорят эксперты. Решить вопрос можно только в судебном порядке. Обидно, потому что там мы встретились с очень пожилым человеком. Вроде бы и не инвалид, но ощущает себя глубоким инвалидом в нашем современном обществе. Как вам здесь живется, в таком месте? Больно. Хорошо. Теперь уже никак.